Участие в национальном конкурсе «Вкусы России» в минувшем году обернулось для Тамбовской области победой бренда «Мичуринские яблоки» в номинации «Попробуй, полюбишь». Начальник управления сельского хозяйства Лидия Бакуменко отмечает, что это сделало регион более узнаваемым. Так что раздумий насчет участия во втором национальном конкурсе не было. В первую очередь, конечно, конкурс направлен на популяризацию того или иного продукта, чтобы бренд стал более узнаваемым. Чтобы люди знали, что данная продукция, данный бренд есть в нашей глубинке, так скажем, в той или иной. Поэтому, в первую очередь, конечно, это популяризация. Прием заявок на конкурс стартовал 16 июля. Уже известно, что три тамбовских бренда будут участвовать во «Вкусах России». Знаменитый тамбовский окорок в их числе. На конкурсе поистине царское угощение представят сразу несколько региональных производителей. Это одно из главных условий для участия. К празднику Светлой Пасхи купцы из Тамбова отправили императору к его столу к празднику обоз из 40 окороков. И там было написано на коробках, в которых был упакован деревянные ящики, на них было выжжено клеймо. Окорок тамбовский. Потому что подарки присылали из разных губерний, чтобы выделиться и понимали, что это из Тамбова. От наших жителей, от граждан Тамбова специально поставили клеймо. И среди тех продуктов, которые попали на стол императора, куда были приглашены и иностранные послы, и влиятельные люди того времени, всем запомнился и понравился этот продукт. Наряду с легендарным окороком Тамбовщину готовится представить бренды, которые стали настоящими визитными карточками региона. Тамбовская картошка и Тамбовский мед. Оба заявлены на участие в рамках номинации «Вкусы природы». Здесь имеется в виду продукция, не подвергавшаяся переработке. Всего в конкурсе этого года 8 номинаций. Все они призваны продемонстрировать потенциал брендов в сфере гастрономии, туризма и экспорта и других направлениях. Лучших определит конкурсная комиссия. Заявки на участие в национальном конкурсе «Вкусы России» будут принимать до 1 сентября. В период с 20 октября по 7 ноября пройдет народное голосование. А ближе к середине ноября объявят победителей, которых выберут эксперты. Юлия Саужкина, Олег Осипов, Ольга Кирилова, Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...